Вот мне надо было вас увидеть, посмотреть и оговорить, что вы оставляете какой-либо процент. Что от меня надо сейчас? Ничего. Вы меня не услышали, дайте? А, услышали, все. Вам как на арик или на расчет, на счет? Без разницы. Как вы, как у вас принято? Я и там не прошу на расчет, на счет. Хорошо. Мы вам дадим расчет. Договор. Ну, так я вам честно вам договор, что ли? Реальные кадры реального обсуждения выплаты видеооператорам процента выручки в качестве помощи детскому саду. Заведующую не интересуют ни документы, пришедшего к ней в кабинет человека, ни содержание видеосъемки, которая проводилась на территории вверенного ей учреждения. Упоминание документального скрепления сделки, как следует из видео, вообще вызывает у руководителя детсада замешательство, граничащее с агрессией. Видео, как признается автор, снято на следующий день после трагедии в Керчи. Но и этот вопиющий случай не послужил поводом проверить человека с улицы. Как стало известно, эта ситуация – далеко не уникальный случай. Я не знаю, как вы чего добирались в предотврату, брали, не брали, чтобы не было скандал. Я сразу говорю, что 20% со всей суммы детскому саду. Не знаю, не знаю. Ну как вы не знаете? Вы же снимали других детских садов. Конечно, нет, первый раз с этим сталкиваешь. Не может быть. Вот вы мне с Пушкиным сейчас рассказываете. Что и как снимает посторонний человек в детском учреждении, вопрос, кажется, волнующий педагогов далеко не в первую очередь. При этом и в первом, и во втором случае операторы сами связывались с заведующими уже после мероприятий. Что-то мне надо. Нет, от вас ничего не надо. Во-первых, надо было все равно в любом случае прийти сюда сначала, правильно? Поэтому я пришел. Ну вот, вы пришли. Просто снять и убежать. Я честно пришел. Что значит снять и убежать? Можно же снять и уйти. А я честно пришел. Снять и уйти. Вы просто прекрасно знаете, что если вы снимаете на территории сада, вы не можете просто... Я вам охраннику скажу, он вас просто может не пустить никогда, да и все. Нарушена сама последовательность при обсуждении условий работы. По факту исполнителю предъявляют ультиматум. Или плати, или ты в черном списке. Заведующие обязаны контролировать происходящее в стенах детских садов. На кону безопасность воспитанников. Ответственность родителей, правовая сторона вопроса, когда в детских садах оказывают платные услуги. И другие подробности уже завтра. Продолжение следует...